Библейский портал экзегет.ру представляет Ну, псалтирь вообще учебник молитвы. Интересно, что покаяние занимает в ней довольно скромное место. Оно есть, и не только в 50-м псалме, мы уже встречались до того. Но, тем не менее, вот для, скажем, современного православного богослужения покаяние одна из основных тем, на которые, собственно говоря, человек говорит с Богом, да? Почему в псалтире его относительно немного? Оно, еще раз скажу, есть, оно играет очень важную роль. Более того, предыдущий 49-й псалом — это обличение со стороны Бога. Он говорит, если ты приносишь жертвы, но при этом живешь, как тебе нравится, даже не обязательно сам совершаешь тяжкие грехи, но общаешься с теми, кто их совершает. Ты, товарищ вору, ты с прелюбодеями заодно, да? То, чего тебе ждать от Бога, да? Тогда не обижайся, что все не так, как ты хочешь. И вот 50-й в каком-то смысле ответ, да? Вот человека поставили перед фактом. Более того, 50-й носит такое очень интересное надписание начальнику хора Псалом, сложенный Давидом. Когда к нему пришел пророк Нафан, было это после того, как Давид овладел Версавией. Кто не помнит, это в книгах царства описано. Царь Давид, когда уже стал царем, у него был уже порядочный гарем, тогда было многоженство, это абсолютно не запрещалось. Гулял по крыше дома, ну, у них были такие плоские крыши. Увидел с крыши, как в соседнем дворе купается молодая красивая женщина, она ему очень понравилась. Он, собственно, приказал, чтобы ее привели, с ней переспал, а потом постарался подстроить так, чтобы ее муж, который в это время был на войне, погиб. Она стала вдовой, и он смог на ней жениться, что, кстати, и произошло. Ну, вот, прелюбодеяние, да еще и с убийством, фактически, вместе. Так что потом к Давиду пришел пророк Нафан, и его в этом очень сурово обличил. Вот здесь мы прямо знаем историю. Это один из очень редких случаев. Есть упоминания жизни Давида, и следующий, 51-й, будет такой же, но они довольно немногочисленные, такие псалмы, когда мы прямо вот четко видим контекст, когда и как это прозвучало. И в то же время вот такое ощущение, что это надписание, оно может быть немножко условно, потому что в самом псалме эта история не упоминается вообще. Ну, если человек кается в своем грехе, наверное, он говорит об этом грехе. Он не говорит вообще, я грешен, грешен, грешен. Он говорит, я убил, я нарушил супружескую верность, я украл, я еще что-то сделал. Вот здесь ничего этого нет. Здесь такой образ покаяния, в который можно вставить любой грех. Это исповедь грешника вообще. Такое ощущение, что этот текст все-таки условно связан с тем эпизодом. Мы просто видим образцовое покаяние, оно привязано к, условно говоря, не скажешь образцовый грех, но грех, который может служить примером, где мы вот совершенно четко понимаем, что произошло, почему произошло, и как потом это вызвало и обличение, и в свою очередь обличение вызвало покаяние. Вот. И может быть этот псалом нас тоже чуть-чуть просветит на ту тему, почему о покаянии говорится довольно мало в псалтире. Давайте его прочитаем, потом к этому вопросу вернемся. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостивый мои грехи сотри, нечистоту мою отмой, отстирай и очисти меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда у меня пред глазами, пред тобой, пред единым тобой я согрешил, зло совершил я пред тобою, так что правдивы твои слова и твой суд справедлив. Ведь я родился уже виновным грешным, зачала меня мать. Верность в сердце тебе угодно, Ты научил мое сердце мудрости. Акропи меня и с сопом». И соп — это такое зонтичное растение с пышным пучком вяток, оно как кисточка использовалось. «Акропи меня и с сопом, я стану чист. Омой меня, буду снега белей. Да изведать мне веселье и радости, пусть исцелятся мои кости, сокрушенные тобой. От проступков моих отверни свой взор и сотри все мои грехи. Сделай, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня проще от лица твоего, святого духа твоего не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобой, духом величия поддержи. Непокорных научу твоим путям и согрешившие вернуться к тебе. Избавь меня от кровопролития Божия, Бог спасения моего, и мой язык прославит правосудие твое. Открой, о Господь, уста мои, и они восхвалят тебя. Ведь ни жертвы ты хочешь от меня, всесожжение не угодно тебе, сокрушенный дух, вот жертва Богу. Сокрушенного и смиренного сердца ты не отвергнешь, Боже. По милости твоей даруй благо Сиону, стены Иерусалима построй. Тогда будут угодно тебе оправдательные жертвы, жертвы всесожжения и всецелые жертвы. Тогда возложат быков на жертвенник твой. Вот смотрите. Первое, что бросается в глаза, я уже сказал, что ничего конкретного здесь не сказано, но что псалмопевец, давайте говорить, Давид, поскольку он здесь назван как автор, вообще мало говорит о конкретных грехах. И мне кажется, это очень важный урок. Вот часто человек в своем покаянии как будто, ну, знаете, надоедает Богу подробностями. И без конца повторяет, перечисляет, не скажешь, смакует, потому что он совершенно не наслаждается этим. Ну, вот расчесывает, да? А здесь он абсолютно себя не оправдывает, он не говорит. Ну, мы можем сказать, ведь я родился уже виновным грешным за человеком. Не мать, ну, типа, что с меня спрашивать? Скорее, это другое, мне кажется. Я вот грешен по своей природе. Не то, что я вообще-то праведник, хотя псалмопевец очень много об этом говорит. Вообще-то праведник, ну, вот пару раз оступился, давай не будем обращать внимания, да? Нет, он говорит, греховность мне присуща изначально, то, что потом богословно зовут первородным грехом, состоянием падшести в человеке, да? То есть, ну, вот не получается у меня без греха Божия. Вот никак, никак, никак. И, тем не менее, псалмопевец устремлен гораздо больше к состоянию после прощения, да? Он очень подробно перечисляет не грехи, а состояние чистоты, которого он просит. «Окропи меня и сопом, я стану чист, омой меня, буду снега белей, да изведать мне веселье и радость, и пусть исцелятся мои кости, сокрушенные тобой». То есть, он ощущает и себя вот униженным, разбитым, не знаю, это физическая болезнь или там депрессию, уныние, которые на него нашли. «Дай духу правды вновь жить во мне, верни мне радость быть спасенным тобой, духом величия поддержи». Он обращен к итогу покаяния, да? А не к причине, не ко греху. И псалтирь в целом обращена к итогу, она обращена к тому, что должно произойти, когда человек встречает Бога. Есть очень разные ситуации. Вот этот псалом, он, конечно, для человека, который «сознаю свою вину», говорит псалмопевец, «Давид, мой грех всегда у меня перед глазами», для человека, который мучается сознанием греховности и хочет от него избавиться. Но, тем не менее, он концентрируется на том, что родится в покаянии, да? А не на том, что привело к нему. Он отвечает 49-му, где уже была эта мысль, «Ведь не жертвы ты хочешь от меня, все сожжения не угодны тебе». Вообще-то, в 49-м Бог не говорил, что все сожжения не угодны. Бог там говорил, «И что вы думаете, меня накормить, что ли этими жертвами? Я и так обойдусь», да? Здесь он, может быть, немножко более радикально говорит, «Сожжение не угодно тебе». Но объясняет, вот все надо в контексте смотреть, сокрушенный дух, вот жертва Богу. То есть, не ритуальное действие, принес барашка, сжег целиком все сожжения, когда полностью туша животного сжигается на жертвеннике, принес барашка, сжег на жертвеннике, ну и пошел дальше жить, радуясь, и Богу все отдал, все от него, что нужно, получишь. Нет, сокрушенное сердце. Внешним проявлением этого может быть, да, жертва. И, скажем, в современной христианской жизни другие, естественно, у нас обряды, таинства, мы не сжигаем животных, мы по-другому это делаем. Но то же самое, на самом деле, не внешнее действие ритуальное, а перемена в сердце, которое в том числе выражается в этом внешнем ритуальном действии. И вдруг совсем интересно. «По милости твоей даруй благо Сиона, стены Иерусалима построй». Здрасте. Это кто, говорит, царь Давид? Вообще-то стены Иерусалима при нем уже были. Более того, он захватил этот город, сделал его своей столицей. Или мы скажем, Давид – это лирический образ, лирический герой. А на самом деле этот псалом читается во времена Вавилонского плена, когда Иерусалим разрушен, его хотят восстановить, отстроить. «И тогда будут угодно тебе оправдательные жертвы, жертвы всесожжения, всецелые жертвы, тогда возложат быков на жертвенник твой». А сейчас что они возлагают? То есть эти заключительные слова как будто произнесены из эпохи Вавилонского плена. И вы знаете, вот моя гипотеза, я могу быть совершенно здесь неправ, что да, что завершение псалма, оно добавлено во времена Вавилонского плена. Я очень хорошо представляю себе Давида, который сочиняет остальной текст псалма и завершает на словах сокрушенного и смиренного сердца «ты не отвергнешь Божия». Это его личный грех, в котором он кается, его просьба к Богу о прощении. И община, которая читает этот псалм, знает, добавляет во времена Вавилонского плена, а вот теперь уже мы как община просим тебя, мы приносим покаяние в том, что мы как народ совершали, мы ощущаем свою личную причастность вот к этим грехам, в падении в язычество, жестокости, социальной несправедливости, разврата, разбоя, который творили в Иерусалиме. Теперь Иерусалим разрушен, но теперь мы каемся, в этом и просим тебя отстроить стены Иерусалима. И тогда псалм начинает играть немножко новыми красками. Это одновременно личный псалм и общинный. Это одновременно молитва Давида о прощении за конкретный грех, который он совершил, и молитва всего израильского народа о восстановлении его жизни и покаянии в тех грехах, которые привели к разрушению Иерусалима. И теперь и стены Иерусалима отсутствуют, и быков не возлагают на жертвенник, потому что нету этого жертвенника, даже родоприношения прекратились. Может быть, я не прав. Может быть, Давид здесь говорит об Иерусалиме, ну, некотором идеальном, небесном Иерусалиме, как потом в Новом Завете это прозвучит, и отстроить стены он призывает не камни, вот камень на камень, да, и стенка выросла, эти стенки уже есть, а в каком-то смысле духовный Иерусалим, да, и духовные стены, которые защищают, ограждают его. Но у Давида все-таки все было немножко проще, да, у него вот этой высокой аллегоризации было довольно мало. Давид, он очень живой и чувственный, да, он не такой, знаете, вот схоластик, который исключительно образами и аллегориями говорит. Поэтому мне нравится вот эта мысль, что здесь молитва Давида была дополнена молитвой общины уже в связи с уничтожением Иерусалима. И смотрите, так и происходит. Сегодня этот псалом читается довольно часто в православной традиции, и к нему добавляются какие-то другие молитвы, да, мы, конечно, уже не вписываем их, псалом не дополняем, не редактируем, но, тем не менее, если мы говорим, что 50-й псалом — это такой урок молитвы, то ведь у уроков есть и домашние задания, у уроков есть и тот вывод, который ученик делает и начинает дальше использовать эти выводы в своей собственной жизни. Может быть, этот псалом как раз нам очень хорошо показывает, как можно, получив вот какую-то модель в псалтире, как можно ее дальше применить уже в своей собственной молитвенной жизни. А следующий, 51-й, он будет призывом к покаянию. Вот если ты готов сказать слова 50-го, то это одна ситуация, а если ты совершенно наоборот не готов, тогда выслушай 51-й.